Добро пожаловать на наш канал! 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 не от какой-то проблемы, а от наводнений, землетрясения, цунами и так далее. То есть тех ситуаций, которые у нас, как вы сами можете понимать, не произойдет. Второй вопрос. Когда наступает страховой случай? Вот здесь тоже интересные факты, интересные факты из практики, когда страхуются не от процедуры банкротства, не от какого-то момента наступления, а сознательно занижается срок страхового периода, и этот срок получается меньше срока банкротства. То есть вы не сможете получить средства. Поэтому нужно обязательно смотреть на сроки страхования, договоры страхования. И третий вопрос. Кто страхует? Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы это было застраховано в ведущих страховых компаниях, хотя бы из первой двадцатки, с пониманием что, чего, где, как. Но тоже из практики случаются случаи, когда страхуют вообще непонятные компании, зачастую без лицензии, либо с отозванной лицензией. Либо эта страховая компания очень маленькая. Ну, грубо говоря, как говорил классик, рога и копыта. В результате вы из такого страхового случая или отозванной лицензии не сможете получить ничего. Ну, я так понимаю, что деньги уже тоже, возврат денег, надеяться в этой ситуации уже тоже, наверное, без страхового. Да, да. То есть страхового случая не наступает, но и вы практически останетесь ни с чем. Ну, в таком случае, вот если, допустим, человек все-таки учел все, да, все нюансы, решил, выбрал какую-то себе организацию финансовую и решил, что вот именно ей он деньги свои доверит. Как проверить ее, да, ну и на какие, наверное, документы, в первую очередь, нужно изучить, на что нужно обратить внимание, в первую очередь. Вот совершенно правильная постановка — изучить. Ведь когда мы что-то покупаем, какой-то товар покупаем, мы начинаем рассматривать его все свойства, мы начинаем смотреть, сколько он прослужит, мы начинаем смотреть в сторону производителей и так далее, так далее, так далее. Вот почему-то мы, когда пытаемся разместить свои деньги, мы абсолютно становимся безграмотными, финансово безграмотными. Хотя дело, в общем-то, наверное, серьезнее. Дело серьезнее, потому что это потеря, в худшем случае это потеря наших сбережений. Так вот, прежде чем изучить КПК, прежде чем стать членом, пайщиком, еще раз пайщиком кооператива, нужно проверить, внесены ли сведения об этом кооперативе в реестр Банка России. Он опубликован на сайте регулятора в разделе «Проверить финансовую организацию» и регулярно обновляется. Также каждый кооператив должен вступить в саморегулируемую организацию, в СРО. Сведения по вступлению или наличии кооператива в организации есть в реестре КПК. И только при этих условиях кредитный кооператив вправе привлекать средства пайщиков и принимать каких-то новых членов, новых своих пайщиков. Эти условия – начало работы КПК. Не лишним будет изучить, например, и историю административных и судебных дел в отношении конкретного КПК. Посмотреть решения, принятые Банком России в этом направлении. Напомню, что при выявлении нарушений в деятельности КПК, нарушения соответствующих требований действующего федерального законодательства, нормативных актов Банка России, Банк России своим предписанием может запретить кредитно-потребительскому кооперативу осуществлять свою деятельность. Привлечение денежных средств, прием новых членов, выдачу займов до устранения этих нарушений, до прекращения обстоятельств, которые привели к данным нарушениям. Поэтому вас, как минимум, как пайщика или потенциального пайщика, должны насторожить те обстоятельства, что если вы на сайте увидели информацию о таком запрете, а кооператив, несмотря на предписание регулятора, продолжает с помощью рекламной кампании, других средств массовой информации, другие возможности, формировать интересы у бизнеса и населения к своей работе по привлечению новых вкладов. Поэтому вот здесь необходимо тоже вот такой контроль. А вообще, помимо информации о кредитно-потребительском кооперативе, помимо информации о страховании вкладов, важно ли вообще потенциальному пайщику уделять внимание процентной ставке, которую предлагает КПК? Да, обязательно, потому что это достаточно животрепещущий момент. В КПК есть на сегодняшний момент ограничения по максимально допустимой ставке, по которой принимаются сбережения вкладчиков. И на сегодняшний момент она не может быть более чем в 1,8 раза превышать ключевую ставку Банка России, которая публикуется на официальном сайте регулятора. Сейчас, напомню, ключевая ставка составляет 4,25%, поэтому максимальная процентная ставка привлечения кооператива должна быть не более 7,65%. Если это правило не выполняется, КПК могут исключить из саморегулирующей организации, а затем и запретить привлекать деньги у населения. Словом, тут изучая рекламу, всегда надо взять на карандаш и посчитать. Если вам предлагают слишком высокие процентные ставки, вложения, то, скорее всего, перед вами не совсем добросовестных организаций. При этом, однозначно советую более внимательно просчитывать реальную прибыль. Когда вам предлагают возможности стать пайщиком и после этого хорошо отдохнуть, обустроить дом, квартиру, мебель и так далее, посчитайте, с какой суммы вложений вы можете получить эту сумму прибыли. Есть финансовые калькуляторы, есть любые другие возможные варианты, и вы реально увидите, стоит ли игра свеч с более высокой процентной ставкой кооператива, чем банки. Ну и вот мы знаем, что, наверное, да, в продолжении темы, не так давно, буквально в сентябре, Банк России рекомендовал финансовым организациям, в том числе кредитно-потребительским кооперативам, перед подписанием договоров с клиентами и при его продлении, знакомить потребителя с паспортом финансового продукта. Что это значит, и что это значит, в первую очередь, для потребителя? Да, вот совершенно верно, вы отметили, это очень важный момент, потому что раньше, когда человек приходит куда-то в финансовую организацию, ему говорят, проценты высокие, все застраховано, либо все замечательно, либо дает договор на 20-30 страницах мелким текстом, который реально никто не читает. По сути, паспорт финансового продукта – это ключевой информационный документ, в котором на двух-трех страницах, не мелким шрифтом, а простым, нормальным языком, без обилия финансовых, юридических тонкостей, терминов, изложена информация о финансовом продукте, чтобы простой человек, грубо говоря, с улицы мог разбираться. Например, КПК должны разъяснять своим клиентам условия, обязательные условия инвестиций для граждан, то есть это они не вкладчики, как еще раз повторяем, а пайщики со всеми вытекающими обязательствами, а также объяснять, как пайщик может покинуть кооператив в этом паспорте. Кроме того, в паспорте можно содержать информацию о разрешении споров между пайщиками, обязательно отсутствие государственной страховки внесенных средств, и что действовать в случае банкротства КПК. Ознакомиться с таким паспортом можно в офисе организации, но КПК, в который вы собираетесь, либо на сайте организации. Это, на наш взгляд, должно помочь потребителю принять осознанное финансово правильное решение при приобретении определенного финансового продукта, то есть снизить риски непонимания ситуации, снизить риски мелким шрифтом, снизить того, чтобы в итоге был сделан правильный выбор. Я так понимаю, что предоставлять тот самый паспорт организации финансовые должны в обязательном порядке? Да. А если они, например, откажутся? Ну, тогда лучше не вступать в этот кооператив. Ну и вот у нас человек провел всю, скажем так, предварительную работу, все изучил, максимально полно подошел, вот серьезно подошел к выбору кредитно-потребительского кооператива, к выбору финансовой организации. Она, например, допустим, такую ситуацию не вызывает никаких у него сомнений. Что получается? Можно смело в нее вступать и доверять людям свои деньги? Вот вы правильно заметили, серьезный подход. Вот. Нужно думать, 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 прежде чем что-то вкладываться. Решение доверить свои деньги КПК и стать его пайщиком должно быть обдуманным и очень взвешенным решением. Ведь членство в кредитном кооперативе предполагает не только совместную работу пайщиков, но, и вот, что очень важно, и все недопонимают, ее последствия. Участник-пайщик КПК несет субсидиарную ответственность по итогам года. И если в результате неэффективного менеджмента, неэффективного управления, неэффективной работы, по итогам года образуются убытки, покрытие при недостающем имуществе КПК придется самим пайщикам. То есть, вы сами понимаете, что это дополнительные взносы, дополнительные расходы. При этом важно помнить, что предельный размер выплат из компенсационного фонда в срок, куда вступлен КПК, вступил КПК, в отношении одного кооператива не превышает 5% от стоимости данного фонда. Он небольшой. Поэтому важно быть максимально вовлеченным в деятельность КПК, изучать, участвовать в общих собраниях, смотреть, знакомиться с деятельностью, знакомиться с протоколами собрания, анализировать доходы и расходы, текущие моменты. То есть, полностью-полностью погружаться, не устраняться. Потому что устранение приведет к тому, что в конечном итоге вы не поймете, что делаете. Также возьмите за правило, если вы член КПК, пайщик, регулярно отслеживать решения контрольно-надзорных органов. То, что мы говорили о решениях Центрального банка, решениях других органов. Ну, решение Центрального банка, мы уже говорили, что вы можете получить информацию, посмотрев на официальном нашем сайте, пойдя под разделы микрофинансовой организации, решение Банка России. Там последнее решение по тем организациям, которые были, там все это есть. Ну, мы как бы уже частично разобрались с тем, что есть у КПК свои плюсы и минусы определенные. Но в том числе вот среди этих минусов достаточно, может быть, для многих весомый, значимый. Ну, потому что люди звонят, обращаются тоже, как бы обращения разные поступают. Мы знаем, что иногда бывает и такое, кредитно-потребительские кооперативы, они, ну, можно сказать, маскируются под финансовые пирамиды, мошенники часто тоже, ну, разные совершенно истории. Вот какие признаки при вот этом, вот как мы с вами уже неоднократно говорим, серьезном, вдумчивом изучении, да, организации должны все-таки вызывать сомнения и настораживать? Немножко поправлю. Пирамиды маскируются под кредитно-потребительские кооперативы. Или так, да. Да, ну, или так. Значит, основными отличительными особенностями, это первое, то, что организационная правовая форма, не кредитно-потребительского кооператива. Если называется ОАО, ОАО, либо что-то другое, это должно насторожить. Визуальное сходство с КПК, который действительно работает, который действительно связан, ну, или маленькими буквами, либо цвет там другой, либо еще что-то. Привлечение денег под значительные процентные ставки. Вот это тоже превышение должно сразу настораживать. Очень активная рекламная кампания. Ну, надо понимать, что рекламная кампания требует средств, поэтому если вкладываются большие средства, должна быть какая-то отдача. Ну, если отдачи нет, тогда здесь уже, скорее всего, пирамида. Ну, и, как правило, пирамиды требуют дополнительных привлечений. То есть говорят, что вы должны привлечь еще двоих-троих ваших знакомых, на этом получите бонус, и те, и счет двоих-троих. То есть выстраивается вот именно пирамида по финансам. К слову сказать, что вы действительно отметили важность этой, актуальность этой проблемы, потому что в первом полугодии текущего года Банк России вывел более 80 финансовых пирамид на всем нашей стране. У меня в связи с этим такой еще вопрос, вот в дополнение, как бы, беседе. Неужели вот люди, которые научены уже отчасти, да, горьким опытом, в том числе в 90-х, когда обилие финансовых пирамид насуществовало, они не учатся на своих ошибках, получается? А тут, понимаете, здесь играет... И не на ошибках чужих. Нет, здесь, может быть, играет тот фактор, то, что вот вы подчеркивали вначале, страхование. Страхование вкладов. Когда действительно заработала система страхования вкладов, люди перестали, население, вкладчики перестали смотреть на финансовое состояние банков и зачастую проигрывать, при этом чистки банков привели к тому, что стали закрываться плохие банки. Немножко создалась такая вот эйфорическая ситуация, когда человек считает, что, а, если говорится, значит, это все государство, если вот то, что мы говорили, застраховано, значит, это застраховано государством. Поэтому вот, к сожалению, идут... Ну и если можно, немножко поподробнее, вот вы сказали о рекламной кампании, важно обращать на рекламную кампанию, да? Ну, они бывают разные, рекламные кампании, активные, менее активные, агрессивные, да, можно так сказать. Все-таки вот какие признаки, так вот, если поподробнее, должны насторожить, исходя из того, какая рекламная кампания ведется тем или иным кредитно-потребительским кооперативом? Ну, вот если вы посмотрите как раз информацию о таких рекламных кампаниях пирамид, то там очень четко видно, что прежде всего рекламная кампания, правильная рекламная кампания должна содержать наименование лица, оказывающие услуги. Зачастую, вот финансовые пирамиды, есть просто объявление о том, что даем там 80% доходности, не говоря кто, чего, как, только телефон, только контактные вещи. Рекламная кампания не должна содержать гарантии или обещания будущего эффекта. То есть, когда вам в рекламной кампании говорится, что вот вы получите высокий доход, вы получите какие-то очень большие бонусы, это уже не правильное. Если рекламная кампания содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, а другие условия остаются неоткрыто, не раскрыто, это тоже неправильная рекламная кампания пирамиды. Ну, естественно, рекламная кампания, организация без лицензии, вот то, что мы говорили, что необходимо проверить, это тоже уже является признаком пирамиды. Ну и, соответственно, вот, беря внимание, вот эти перечисленные признаки, да, то есть человеку точно нужно насторожиться. Обязательно. Если вы не хотите потерять ваши сбережения. Мы знаем, что вот в федеральный закон о кредитной кооперации, собственно, о чем отчасти мы сейчас, в том числе, о чем мы сейчас заговорим, внесены изменения, они вступят в силу в октябре. Если можно, немножко поподробнее, что изменится? Да, будет скорректировано понятие самого кредитно-потребительского кооператива. Сейчас, как мы говорили в самом начале, согласно закону, КПК — это добровольное объединение физических и или юридических лиц на основе членства по территориальному, профессиональному и или иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей каждого члена кооператива. То с октября, кроме вот этих принципов, еще появляется один принцип социальный. То есть, возможность, это еще раз ограничивает возможность распространения пирамид, КПК под маркой пирамиды на других территориях, что будет отслеживаться Банком России. Ну, если можно, немножко поподробнее. Вот вы как с этими обращениями планируете работать и планируете работать? То есть, ну так, чтобы люди тоже понимали, как им это все осуществлять. Значит, если вы что-то, чего-то видите, что ваши действия нарушены, если вы видите, что КПК не выполняет своих условий, не выполняет свою работу, то вы можете обратиться в Банк России. Это через интернет-приемную, достаточно легко так сделать. Либо по телефону горячей линии 8 800 300 30 2 0. В течение соответствующего срока, это максимально 30 рабочих дней, будет обращение рассмотрено, и вы получите ответ. Также в помощь, возможно, будущим, либо существующим пайщиков КПК, у нас Банк России выпустил мобильное приложение ЦБ Онлайн. Оно позволяет задавать вопросы эксперту Банка России, различные вопросы о официантских продуктах, условиях и работы кооператива, оперативно получить ответы, а также проверить информацию о финансовой организации, оставить отзыв о ее работе и посмотреть. Ну и что самое главное, я так понимаю, на данном этапе, это все можно сделать онлайн, дистанционно, да? То есть, по сути, даже выходить из дома никуда. Да, совершенно верно. Если, скажем так, несколько лет назад получить информацию о работе того и иной финансовой организации было достаточно проблематично, то сейчас услуги Банка России, сайт Банка России позволяют все это получить спокойно, дистанционно, онлайн, вход не требует никакого пароля, достаточно хороший сервис и очень подробная, правильная, досконально проверенная информация. Все-таки, вот если резюмируя все то, о чем мы говорили, о чем, давайте еще раз напомним, да, как бы такую концентрацию, выжимку сделаем, все-таки о чем нужно, в первую очередь, помнить, когда ты обращаешься и начинаешь какие-то иметь контакты рабочие, да, и пытаешься, может быть, планируешь свои деньги принести, отдать, вот кредитно-потребительским кооперативам, так называемые. Ну, вот здесь единые, как бы, требования, необходимость внимательно смотреть, что вы хотите сделать. Это не только касается кредитно-потребительских кооперативов, это касается и банков, это касается и различных других финансовых инструментов. Вкладчик, собственник денег, должен понимать, что это его личные сбережения. Поэтому любые вложения, любые финансовые операции требуют досконального внимательного изучения, требуют необходимости консультации или проверки не у народного эксперта, а у действительно финансового эксперта выяснение причин на сайтах, выяснение причин в специализированных организациях. Что касается КПК, это, как вот мы с вами уже говорили, это наличие, проверка наличия лицензии, это проверка наличия вхождения в СРО, это проверка деятельности КПК на отсутствие штрафов, на отсутствие каких-то дополнительных предписаний, и, самое главное, изучение деятельности работы самого КПК, чтобы потом не стать субсидарным, не получить еще ответственность за действия самого КПК. Ну, к сожалению, время нашей передачи потихонечку подходит к концу, к сожалению, быстро прилетело время за беседой. Вот в завершении, что бы вы все-таки, может быть, нашим радиослушателям, зрителям сказали, отметили, на чем сделали бы основной акцент? Мне хотелось бы сказать, что ваше финансовое благополучие требует личного повышенного внимания и знаний. В помощь есть информация на сайте Банка России, но любое вложение, думайте, думайте, думайте. Ну, я надеюсь, наши радиослушатели и телезрители этим советом внемлют, да, и действительно, все-таки, наверное, да, конечно, благополучие, здоровье, благополучие в семье, да, это одно, но все-таки, все-таки, с той же зрения, наше общее благополучие, оно складывается и с финансовой грамотности и так далее, да. Поэтому нужно внимательно смотреть, куда ты отдаешь деньги. Относиться к своим действиям. Да, да. Я напомню, сегодня вместе с Владимиром Николаевичем Чурковым, заместителем управляющего отделением Тверь, главного управления Банка России по ЦФО, мы разговаривали о кредитно-потребительских кооперативах, о том, что они себя представляют, как они работают, ну и о чем важно помнить, когда, собственно, обращаешься в такие финансовые организации. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!